В Круге Света. Здравствуйте, это программа В Круге Света. Сегодня у микрофона Светлана Сорокина, Юрия Кабаладзе нету со мной, но у меня два замечательных гостя. Это Александр Сафонов, проректор Академии Труда и Социальных Отношений. Здравствуйте. Добрый день. И Евгений Гантмахер, заместитель директора и мема Российской Академии Наук. Добрый день. Здравствуйте. Тему так игриво назвали «Тунеядцы и самозанятые. Последняя надежда бюджета». И сейчас поговорим о том, о чем в последние уже не только дни, уже довольно давно говорится, но как-то в последние дни это приобретает более определенные очертания, а потому не можем обойти своим вниманием. Все мы знаем, что у нас вопрос пополнения бюджета стоит очень остро. Появляются все новые идеи, как этот бюджет пополнить. И вот на что обратила я внимание, это на то, что появилось снова в обиходе слово «тунеядец», «тунеядство». И хотя наше правительство и конкретно его представители просят не употреблять это слово в связи с новыми законодательными возможными инициативами, но все равно широко обсуждается именно налог на тунеядство. Вот давайте немножечко про это поговорим. Что, почему и откуда. Как я понимаю, речь идет в первую очередь именно идет речь о самозанятых так называемых. Правильно я говорю? Или все-таки не только самозанятых? Нет, не только самозанятых. Давайте поширим. О ком речь-то? Начнем с того, чтобы понять этот термин, о ком идет речь, в первую очередь нужно обратиться к статистике. Проблема, связанная с тем, что правительство ищет сейчас дополнительные источники, она возникла в связи с тем, что достаточно давно идет дискуссия по поводу того, что у нас система социальных фондов, это пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования теряет достаточно большое количество взносов. За счет того, что не оформившие свои трудовые отношения граждане, то есть работающие граждане у предпринимателей, либо самозанятые, вот как раз, не платят никаких взносов. Не платят взносов, в том числе и те, кто по сознательному какой-то причине, либо у него есть источники доходов, либо эти люди в силу домашних обстоятельств или в силу здоровья, они не находятся в трудоспособном возрасте, но тем не менее не работают, и поэтому нет от них отчисления. Практически ничего, да? Ни в какие фонды, ни налоги, ничего не платят. Вот расчетный показатель, ну такой достаточно условный, понятно, что у нас такой цельной статистики нет, он показывает, что у нас 3,8 триллиона рублей можно было бы потенциально собрать, ну если брать за основу среднюю заработную плату по стране, в эти социальные фонды. То есть, эта сумма достаточно большая, собственно говоря, она бы в принципе закрыла проблему, по крайней мере, пенсионного фонда, не вызывала бы головную боль у правительства. И понятно, что эта тема обсуждается давно, эта история началась, ну на моей памяти, еще там с 2004 года, но поскольку тогда не было столь плачевного состояния федерального бюджета, да, то есть, эту тему как-то оставляли в покое. Вот сейчас на новом витке дискуссии, вернусь к этой теме, а тут еще и подоспел опыт той же самой Белоруссии. Белоруссии, про это сейчас поговорим. Да, и вот термин тунеядства, да, оно возникло как раз оттуда, потому что батька человек решительный, да, и он считает, что вообще все должны трудиться. А если ты ничего не плачешь ни в какие фонды, то ты тунеядист, да. Ну, человек резкий, так сказать, в определениях, собственно говоря, он эту такую вот моду и, скажем так, организовал и создал. А уже после того, как возник вот этот белорусский опыт на некоторых конференциях представители Минтруда об этом заговорили, да, когда к ним обращались о том, как вы оцениваете этот опыт, и вот они к этому относились положительно. Да, в прошлом году как раз эта тема была, тоже вызвала очень большое количество нареканий. Ну, собственно говоря, вот эта история, а сейчас в преддверии формирования бюджета, естественно, хотелось бы добрать дополнительные деньги, тем более в ФОМСе, например, дыра там только на заработную плату в 500 миллиардов рублей. Естественно, очень хочется, да, очень заманчиво как раз найти такой дополнительный источник денег, при которых особо-то делать вроде бы, как кажется, там, членам там правительства делать не надо. Спасибо, да. Теперь к Гантмахеру обращаюсь. Евгений, а отношение к этому начинанию? Причины понятны, да? Моё отношение абсолютно однозначно. Начиная от батьки Лукашенко, который восстанавливает у себя такой мини-советский союз, и вся вот эта отсылка к его опыту, да, что вот Россия, ну, чем ухожа Беларусь, да. Это, знаете, такие вот фантомные боли по Советскому Союзу, где, как известно, было понятие в законе, то не ясно. Вы помните, Бродский был осуждён. Ну, да, яркий пример. Но, понятно, там, в принципе, нельзя было не иметь рабочего места. Ну, тогда ИП не было, да. Да, да, ну, нет, ну, понятно, что была другая система и всё это, но сейчас она всё-таки изменилась принципиально. Первое. Второе. Ну, если уж совсем просто посмотреть на нашу российскую конституцию, давайте, иногда всё-таки её надо вспоминать, то, если мы возьмём, допустим, услуги здравоохранения, да, вот сейчас ссылается, что люди не платят ФОМС, да, ОМС, ну, там описываешь, что любой как-то гражданин Российской Федерации имеет право на медицинское обслуживание. Там как-то нет такого понятия, что вот ты платишь, ты можешь, ты платишь, ты не платишь, ты не можешь. Поэтому я бы сказал так, ну, я не знаю, но любое обращение в Конституционный суд, если предположить, что Конституционный суд у нас выполняет свою функцию, после введения такого рода... Найдёт противоречия. Ну, здесь просто, мне кажется, это достаточно открыть нашу Конституцию. Конституция – закон прямого действия. Потом, есть вообще-то ещё целый ряд уже более сложных ситуаций. Ну, конечно, Александр говорил про эти, там, 3 с чем-то триллиона, но это ловушка. Все такого рода цифры. Знаете, а если бы у нас сейчас произведенность труда была в два раза больше, то мы бы все с вами получали бы заплату, я не знаю, там, тысячу долларов, там, даже больше в месяц. Что это такого типа? Почему у нас действительно в тени находятся, там, ну, есть разные оценки, да? Ну, много вообще. Ну, 20 миллионов, кто-то в Главе сказал 38-м, да? Ну, у нас, да-да-да, Главец вообще там определяется 38-м, да. Какой-то грамм, 38 миллионов, кто не важно, это большая цифра. Ну, пусть 20, да. Не, ну, это большая цифра. 20 – это экспертная оценка, потому что данные Росстат нам показывает, что таких людей у нас всего лишь, так сказать, где-то приблизительно 15 миллионов человек, не больше. Ну, да, да. Ну, хорошо, пускай 20. Нет, ну, снова же. Надо же понимать, что кто эти люди? Кто эти люди? А они очень разные. Ну, они очень разные. Нет, конечно, есть действительно часть людей, те же самозанятые, те, кто работают без оформления своих отношений, получают зарплату в конвертах. Ну, я понимаю, да, они не платят ни налоги, ни взносы, ничего. Но я тут-то целая конструкция. Есть работающие на себя. А, допустим, возьмем ситуацию. Я, допустим, поработал. Да, я заработал там приличные деньги, у меня где-то лежат. Я могу себе позволить, там, 5-10 лет, наверное, не нарушая никаких законов, да, за счет, там, ну, рантье. Такая схема у нас существует. И что, получается, что я в данном случае как бы тоже под это подпадаю? Тем более, что давайте вспомним, и вот все три наших фонда, да, вот, которых Саша говорил, они все страховые. Как бы, как бы. То есть, имеется в виду, что у тебя накапливаются некие права. Но если я получал большую зарплату на протяжении, там, 10 лет, откладывал, допустим, в фонд обязательного медицинского страхования, то он перестал в силу, там, каких-то причин. Но у меня же там накопились достаточно большие, в общем-то, права. Хотя там, конечно, нет персонифицированного учета, как в пенсионном фонде. Но, тем не менее, получается, схема я платил, платил, не болел, между прочим. Вот я лично, вот, смотрите, на меня я ни разу не был на болезни. Поэтому фонд социального страхования наш, уважаемый, вот, за меня платит работодатель исправно, но я из него ничего не вынул. Вот за все годы своей вообще достаточно длинной жизни. И получается, ну, я, правда, уже на пенсии, но если бы я не был на пенсии, мне было бы 50 лет, я, допустим, не работаю. И тут приходят ко мне из фонда социального страхования и говорят, слушай, дорогой, ну ты не работаешь, ну-ка давай плати. Ну, понимаете, даже принципы элементарного страхования, то есть эквивалентности взносов и того, что ты получаешь, они даже вот в этом случае нарушаются. Я уж не говорю про женщин, которые сидят с детьми. Жень, ну, тут ведь не так лобово звучит предложение. Не так лобово. Да, проскочило про то, что вот медицинское страхование нужно бы как-то, чтобы люди платили. Ну, потому что, вот, как Александр правил, сказал, не хватает, а острым не платят денег. Даже об этом сейчас уже не говорится. Говорится о том, что надо просто ввести некий, может быть, фиксированный налог для таких людей, чтобы они его платили, и тогда ты на все имеешь право. Мало того, я так поняла, что если даже не будешь пока этот план налог платить, то все равно тебе ничего такого не будет страшного. Тут, по-моему, медицинское страхование уже откатились. Нет, я бы хотел посмотреть на эту сторону. Вот Евгений все правильно сказал. Я повершусь под каждым словом, что он произнес. Я бы, так сказать, апеллировал к следующей теме. То есть, правительство пытается обсудить тему социальной справедливости. Они говорят, что одни участвуют в поддержании социальной инфраструктуры, а другие нет. Но, вот, продвигая и продолжая тему, которую Евгений начал, я бы задался вопросом. Первое. Вот возьмем тех, кто более всего ненавистен людям, иногда с точки зрения социальной справедливости, рантье. Ну, во-первых, человек, который получает деньги от вкладов или от инвестиций, он в любом случае платит налоги. Да, и, соответственно, у нас на сегодняшний день нет такой ситуации, когда фонд медицинского страхования содержит всю медицину. Все равно идет финансирование из бюджета. Значит, люди, которые подоходный налог заплатили, они так или иначе поучаствовали в формировании вот этих средств, которые идут в ту же самую медицину. Александр, и, кроме того, рантье часто пользуются услугами платной медицины. Это само собой, я даже эту тему не обсуждаю. Да, это все-таки не самое. Следующий вопрос. Да, они участвуют в оплате НДС, когда ходят в магазины, покупают что-либо. Поэтому говорить о том, что они вообще ничего не вкладывают, ну, это абсолютно неправильно. Они участвуют в формировании бюджета, как федерального, так и регионального, только другим способом. Только другим способом. Кстати говоря, если говорить о бедных, это вот Саша сказал про богатых, да, рантье. А есть бедные люди, тоже в сельской местности, в маленьких городах. Та же самая медицина. Они не пользуются даже вот той государственной медицинской помощью. Очень часто есть известные данные о доступности, да, позакрывали же все эти мелкие больнички, ФАПы там и так далее. И у нас человек, может быть, вообще живого врача, вот так вот, может видеть только раз в несколько лет. И получается, я еще и у меня нет доступности, а я еще за это плачу. Как раз, кстати, основная часть вот этих людей потенциальных, с которых хотят взять деньги, это жители малых городов, это жители сельской местности. Но это же понятно, да? Так тогда, извините, если я плачу, допустим, своих, сколько там, 20 тысяч? 20 тысяч, да, насчитали. Да, 20 тысяч насчитал Максим Анатольевич Стопилин. Значит, если 20 тысяч я плачу, так будь любезен, ты мне обеспечь доступность того, чтобы меня на эти 20 тысяч обслужили. Это довольно приличные деньги. Это, грубо говоря, в два раза больше программы госгарантий, между прочим, насколько я помню. Тех цифр, которые по финансам там заложены. Хорошо, вот мы посмотрели, да, рантье, да, вот положим рантье, но оставим эту категорию, возьмем других. Других так много. Да, возьмем других. Кого имеют в виду? Вот этих самых самозанятых, которые получают, например, зарплату, ну как зарплату, деньги, на репетиторы, да, там всякие горничные, люди, которые где-то там... Квартиры ремонтируют. Квартиры ремонтируют. Все, которые вот ничего не платят, при этом работают постоянно. Для них справедливо вводить вот такой налог или нет? Вот я бы отвечал однозначно нет. Почему? Первое. Вот возьмем крайний случай, о котором Евгений уже сказал, это сельская местность. Вот мы все прекрасно понимаем, что всегда в сельской местности большую часть, ну так вот сложились наши традиции, да, там натуральное хозяйство обеспечивает благосостояние большинства семей. То есть, особенно в условиях кризиса, да, это становится вообще, так сказать, основой натурального дохода или вообще доходов в семье. Вот представим себе, для выплаты обязательных платежей, а ведь эти семьи продолжают быть плательщиками налогов за имущество, их никто от этого не освобождал. За землю. Да, за землю, там ряд еще других обязательных платежей, ЖКХ и так далее. Вот им нужны деньги, физически нужны деньги. И они, не имея работы, не обременяя службу занятости, не получая пособия от государства, и в том числе, так сказать, не принимая услуги здравоохранения по причине, так сказать, ну, вот невозможности их получить там физически, они, тем не менее, какой-то избыток своей продукции продали. Они же эти деньги все равно отдают государству, да. Теперь, какая разница вот с этой точки зрения, каким образом у них изымут деньги. Причем, как только они заберут эти 20 тысяч, да, встанет вопрос, за счет чего им платить, например, ту же самую коммуналку, те же самые налоги. И об этом нельзя забывать. То есть, то явление, которое мы сейчас вот с вами рассматриваем, оно настолько сложное, что не поддается вот таким простым решениям, да, которое нам предлагают. Давайте всех осчастливим вот этими 20 тысячами. Александр, мы с вами, как те люди, все-таки прошедшие бюрократическую школу, практически, понимаем, что проблема-то в исполнении. Ну, хорошо, заявили, допустим, приняли закон, а теперь пришло время конкретно выяснить, вот, Иванов, Петров, Сидоров, кто из них под это подпадает. Я должен сказать, что это вообще само по себе технически задача трудно решаемая. И даже, как у нас иногда в нашей социальной практике бывало, расходы на администрирование, они могут превысить тот, что называется, денежный приток, такой жиденький, я считаю, весьма. Неумозрительный. Да, который там оттуда придет. То есть, овчинка, выделки-то просто будет не стоить. Вы можете представить, какая должна быть инструкция, допустим, я не знаю, органам социальной защиты, я не знаю, кто этим будет заниматься, выявлением вот этих. Это тоже непонятно. Это непонятно. Это я хотела попозже про администрирование. Это совершенно непонятно. Я вот о чем. Смотрите, поправьте, если я ошибаюсь, но мне кажется, что как-то наш президент Владимир Владимирович Путин сказал о том, что самозанятых вообще надо пока что оставить в покое. А после этого как раз понеслось, что все-таки придумывают вот некий налог для этих самых самозанятых. Вопрос. Да, причем сначала говорилось, что 10 тысяч, теперь Топилин говорит 20, и это маловато. Такая фраза у него была. Может, для Топилина маловато, но я так представляю, что для многих, особенно в глубинке, 20 тысяч очень серьезные. Ну, можете представить, у нас модальная заработная плата, то есть заработная плата, которую получает большая часть людей, натипичная, это 23 400 рублей. Это, наверное, еще даже хорошее, в некоторых местах заработная плата считается. Это 10% вот у таких семей надо будет отнять. Одну зарплату, считай, целиком надо забрать. На мой взгляд, это серьезно, и на месте министра я бы не говорила. Зарплата, если ты получаешь зарплату, то с тебя это не возьмут официально, но имеется в виду доходы. Но есть частные люди, которые получают вот такие доходы, которые формально не облагаются вот этими взносами. Да. Ну, смотрите, еще я все-таки хотела бы договорить про те категории, которые попадают. Сюда попадают, и сейчас мы опять белорусский опыт вспомним, и так называемые домохозяйки, например, или домохозяева, которые тоже уже встречаются. Ну, там, есть семьи, где кто больше зарабатывает, тот и работает, а другой сидит дома, занимается детьми. Они тоже вроде как попадают в категорию вот этих, ну, тунеядцев или там кого-то. Насколько я помню, в Белоруссии вопрос, как-то решили, что если до 10 лет есть ребенок или дети, то тогда с тебя ничего не берут, а потом, будь добр, все-таки тогда плати на ногу. Так, я сразу бы вот уточнил эту тему. Представим себе семью, а такие семьи у нас на миллион, да, которая ухаживает за ребенком-инвалидом, да? Ну, Белоруссии их тоже вывели. А мы сейчас просто вот давайте посмотрим по категориям, да? То есть, во-первых, у нас достаточно много семей, которые вынуждены одного трудоспособного человека, да, там, члена семьи, отрежать на выполнение значимой социальной функции. Либо это уход, воспитание детей, либо это многодетная семья, либо даже, так сказать, семья, когда вот негде ребенка оставить, ну, нет детских садов или они очень далеко. И в этом смысле, конечно, безопасность ребенка, она принимает, скажем так, более важное значение, чем работа. То есть, семья сознательно понижает свой доход, ну, вот, по крайней мере, занимается воспитанием. Есть дети, которые, вне, есть семьи, которые ухаживают за детьми инвалидами, да, это тоже, так сказать, адский труд, это большие расходы семьи, еще и дополнительно вот эту нагрузку нести просто невозможно. Есть семьи, которые ухаживают за нетрудоспособными лицами старших возрастов. Старшее поколение, конечно. То есть, опять же, куда их девать, либо у нас... Это уже даже не дети, которых учесть можно, а просто пожилые родители. Я вспомню результат исследования аналитического центра при правительстве, которое оценивало потенциально недостаток мощностей, которыми, кстати, управляет Министерство труда, да, это дома для престарелых, инвалидов, уже, так сказать, в пенсионном возрасте или трудоспособном возрасте. Где-то на порядок не совпадает, то есть, мощности 200 тысяч человек, а нужно где-то около двух миллионов. И эту нагрузку берут на себя семьи, то есть, соответственно, опять же, такой станет вопрос, кто этим будет заниматься. Вот. Если мы дальше продолжаем этот ряд, вопрос связанный с безработными, да. Вот представьте себе, Евгений же сказал, да, вот сейчас куча людей, которые заняты неформальным трудом, в том числе время от времени, да, то есть, извозка. Они рванут на биржу труда, да. Хочешь, не хочешь, нужно их зарегистрировать, надо им заниматься, платить маленькое пособие и так далее и тому подобное. То есть, вот, тоже, опять же, решение не просчитано. Но я еще не говорю о том, что таких ситуаций, во-первых, просто статистики-то ее нету, да, никто не следовал вот это поле, да. Там же бывают жизненные ситуации, когда то одно возникает, то второе. То человек временно находится в состоянии поиска работы, то временно он за кем-то ухаживает, то временно, да, то учится. Важно сейчас, кстати, при современных тенденциях на рынке труда, если мы хотим выйти на современный рынок труда, люди время от времени любого возраста должны вообще-то переучиваться. Ну, это не на 4 года, на 5 лет эти вуз, но это может быть полгода, год, там, приобретение новой специальности и так далее. И, кстати, это часто люди как раз тратят свои деньги, накопленные... И часто из последних сил. Да, ну, потому что он хочет быть конкурентом и потом пойти и зарабатывать зарплату. Так мы в этот момент его, извините, ловим, да. Говорим, в этом году ты не работал. Да, ты, типа, тунеядец. Ну, будет какое-то слово другое, конечно, потому что это слово у нас, его нет в нашем законодательстве. Вот, ну-ка еще заплати, пожалуйста. Ну, это просто, я бы сказал, в противоход тем тенденциям на рынке труда, которые, в принципе, должны были бы быть. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, а как все-таки обошлись в Белоруссии? Как там это придумано? Ну, в Белоруссии, во-первых, скажем так, ситуация, скажем, с точки зрения трудовых отношений, она более сложная. Да, там есть, например, такие, скажем, рудименты советского периода времени, когда человек не имеет права по собственному желанию уволиться до тех пор, пока ему не найдут замену. То есть, фактически, человек становится приписным таким работником или крестьянином, понимаете? А если никогда еще найдется? Значит, никогда и не уволится, да, потому что есть соответствующий такой закон. Это было не так давно, введено, кстати. Да, 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 то есть у них до этого было более-менее. А потом Александр Григорьевич Лукашенко. А почему? А потому что началась массовая трудовая эмиграция в Россию. У нас работает, по-моему, чуть ли не полтора миллиона белорусов. Они же пользуются теми же правами. Они же не считаются гастарбайтерами, как, допустим, люди из Ленинграды. Единственные государства, да. Да, поэтому они могут на тех же основаниях, что и мы, устраиваться на работу. То есть, это в первую очередь против тех, кто трудовой эмиграции. Одна из причин была, потому что, конечно, там зарплата ниже была несколько лет назад. Ну, и сейчас тоже, по-моему, пока ниже, чем в России. И люди поехали сюда. И Александр Григорьевич, чтобы как бы остановить этот поток, взвел такую лету. И? И, кстати, вот продолжение вот этого закона о тунеядстве, да, он тоже же распространяется на вот этих резидентов, которые формально не прервали свои отношения в виде, так сказать, замены гражданства или там изменения паспорта. Значит, поэтому для Белоруссии эти лица, которые работают в России, они формально тунеядцы. Поэтому это своеобразный такой налог с мигрантов, да, которые уехали на заработки в Россию, хоть что-то, ну, взять, да? То есть, вот, как за транзит, там, газа, там, нефти и так далее. Ну, это логика понятна. Но, с другой стороны, ведь не именно про этих самых трудовых мигрантов закон писан. Под него попали многие другие из тех, кто работают или не работают в Беларуси? Ну, вы знаете, так сказать, вот я не представляю себя, чтобы в Беларуси там кто-то не мог, в нем не работал, да, потому что там уровень производительности достаточно низкий, плюс еще, ко всему прочему, вот эти обязательства. В первую очередь, это все-таки направлено именно на то, что, на решение той проблемы, о которой сказал Евгений. Да, это попытка, там, вернуть часть денег, которые остаются, кстати, ведь по законодательству Российской Федерации, отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и УМС за счет иностранцев, да, идут в наши фонды. Вот, поэтому, конечно, вот хотелось бы хоть что-то получить, прошиво овцы, там, хоть шерти-клок. И, впрочем, очень важное еще обстоятельство, да, как раз, я не знаю, почему Минтруд как-то это не учитывает, хотя это его часть политики, наверное, должна быть, это мобильность рабочей силы. Ну, я возвращаюсь к России. Я Беларуси, честно говоря, обсуждать не очень хочу, но, честно, вот это не получается. Например, вот это, давайте какие-нибудь другие примеры посмотрим. Так вот, мобильность рабочей силы. Сейчас же все говорят, ну, когда говорят о реформах, о структурных реформах, да, и в России все, надо повышать мобильность рабочей силы, чтобы люди перебегались, да, между отраслями, между регионами. И стали местами, где их работали. А то, что получается, я уволился, хорошо, я вот уволился, я рискнул, ну, я пока нашел работу, но прошло, допустим, полгода. Да, значит, получается, эти полгода, снова к вопросу, кстати, а как это реакцировать? Ну, получается, эти полгода я трудяец. Хотя я в этот момент, я действительно вот хочу где-то найти новое место, где я заработаю, перебью, может быть, семью. И к этому призываю. Ну, вот у нас есть, про Сибирь, Дальний Восток. Да, вот там сейчас местные власти, да, там и землю раздают. И по Гектару, и там эти Торы, территория опережающего развития и так далее. Но вы понимаете, что переехать, допустим, из европейской части человеку туда, в Сибирь, все-таки это за один день не переедешь. Да, да. Это же не сесть на самолет, а все. Это целый огромный процесс. И получается, что в этот момент его поджидают какие-то люди, которые говорят, нет, дорогой, ты, пожалуйста, ну, не 20 тысяч, но так как ты, в общем, полгода не работал, ну, заплати 10 тысяч. Конечно, заплатили. Напоминаю, что разговариваем мы с Александром Сафоновым, проректором Академии труда и социальных отношений, Евгением Гантмахером, заместителем директора ММА Российской Академии наук. Тема у нас «Тунеядцы и самозанятые. Последняя надежда бюджета». Говорим о новых инициативах, о том, как пополнить бюджет. И сразу после новостей продолжим разговор. Еще раз вас приветствую. Напоминаю, что сегодня у нас тема «Тунеядцы и самозанятые. Последняя надежда бюджета». Говорим о новых инициативах, которые активно сейчас обсуждаются, о том, как бы хотя бы каким-то налогом обложить тех, кто не, ну, так не знаю, не заключил хотя бы формальные отношения с работодателем, с государством и так далее. Напоминаю, что у меня в гостях Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, и Евгений Гантмахер, заместитель директора и ММА Российской Академии наук. Итак, хочу немножечко к смс-кому обратиться, к вашим смс-сообщениям. Напоминаю для всех еще раз, плюс семь, девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят, сорок пять, сорок пять. Уже есть много вопросов или реплик. Итак, пишет нам. Сын закончил университет, живет репетиторством. Математики стране не нужны. Усмехнулся, узнав об этих инициативах. Придется папе уехать от этих придурков, написано в завершении этой фразы. Дальше. У нас платить двадцать тысяч, пишет нам из Санкт-Петербурга, можно только в том случае, если эта сумма пойдет в пенсионные накопления с зачетом временного периода, за который она воплачивается в трудовой стаж. То есть, нужно узаконить покупку пенсии, а не какое-то умозрительное медицинское обеспечение. Как вам такое? Впрочем, даже сами разговоры, я возвращаюсь к первой смс-ке, сами разговоры о подобном роде мерах, они могут быть и не приняты, я надеюсь. Но уже напугали многих. Да, они уже пугают. Они уже создают ощущение, что государство не так, так эдак тебя все-таки достанет. А вот насчет того, чтобы было ясно, а куда, собственно, эти деньги пойдут и каким образом справедливо ими распорядятся. Законный вопрос? Ну, безусловно. Ну, ответ на этот вопрос как бы сформулировала Ольга Голодец, когда она выступала на слушаниях в федеральном собрании. Она сказала о том, что это необходимо для поддержания социальной инфраструктуры. То есть, речь не идет о пенсионном обеспечении, речь идет вообще в целом, так сказать, о социальной инфраструктуре. А это широкая категория, это и школы, это и больницы, это и система социального сформирования. То есть, много-много-много чего. Поэтому определенности такой, по крайней мере, в первых словах, в первых высказываниях, в принципе, нет. И вот сейчас мы просто можем догадываться, не более того, что же имели в виду. Поэтому я бы обратился все-таки к зарубежному уходу. А что пытаются решить за рубежом? Вот если Белоруссия нам не указ, и даже ее неинтересно особо рассматривать, там свое, да? А давайте посмотрим на, не знаю, какую-нибудь европейскую страну, например. Ну, я для сравнения взял бы, например, Германию и страну БРИКС. Давайте, давайте. Мы с ними почкуемся, подняемся. В Германии, по оценкам статистики, где-то приблизительно 8% рынка труда как раз относится к неформальному. То есть, и такая вот дубоповрядочная бюргельская Германия, она не избежала этого явления. Тоже 8%? Да, там тоже есть. А у нас сколько процентов, если так получилось? Ну, у нас, если 69 миллионов занятых, это 30%. Сколько это? Почти 30%. Ой, много. Значит, ну, вот в Европе этот уровень, он от 4% – это Швеция, Норвегия, до 30-40%, если берем Грецию. Поэтому к теневой занятости относится все, что касается, например, оплаты за наличный расчет каких-либо услуг. То есть, например, это не только мигранты, Евгений, но это, в том числе, например, ремонт, сантехника за наличный расчет. В Германии все-таки это, так сказать, в основном мигранты, свежие мигранты. В том числе все-таки и немцы, да, они участвуют в этом процессе. Другой вопрос, что... Греция, да. Греция, учитывая ее ситуацию, там, это, конечно, местное население. Это очень сложно, это очень сложно, да, значит, и с точки зрения того, чтобы вот, ну, как бы остаться вне поля, да, потому что сразу же вступает в ограничение, связанное с тем, что ты на наличность его больше тысячи евро, например, заплатить не можешь, да. Как только ты пытаешься произвести больше размер платежа, у тебя просто его не примут, да, поэтому есть вот такие физические ограничения, ты должен легализовывать все-таки свои доходы. Но, тем не менее, там это тоже проблема есть. И как они действуют? Ну, вот я сказал, что они не действуют таким путем, что кого-то пытаются обложить, да, то есть принцип очень простой. Если за тебя не произвели платежи, да, то ты должен, так сказать, свой статус доказать, да, если к тебе вопросы есть по поводу того, что ты живешь на какие-то деньги, то ты лишаешься права, конечно, получать социальное ВФР, то есть социальное пособие, с одной стороны. А с другой стороны, к тебе просто придет налоговая инспекция, будет разбираться, каким образом ты содержишь там помещение, там, приобретаешь в аренду, там, что-либо, пользуясь автомашиной и так далее. Даже в Италии сейчас в последнее время стали вводить эту ситуацию. Ну, то есть там как-то наладили это администрирование. Ну, через налоги, да. Через налоги. И там просто есть экономическое поведение человека, то есть если человек хочет получать, например, так сказать, медицинскую помощь, да, то он должен получить страховой полис. Основанием для получения страхового полиса является либо статус, либо платежи. В противном случае, пожалуйста, для тебя открыта только платная медицина, да, ты, ну, это твой выбор личный. Понятно, да. Личный. Если мы берем страны БРИКС, то там внедряются минимальные платежи. Минимальные платежи, вот по образу и подобию Соединенных Штатов Америки, да, когда, например, за здравоохранение, например, да, там делится, есть категория здравоохранения, да, то есть здравоохранение по страховке, когда за тебя платят либо работодатель, либо ты сам, да. Либо, значит, за бедных семей, за семьи, там, позабедных, да, не имеющие доходы платят государство. Значит, все остальные, так сказать, имеют право только исключительно на экстренную медицинскую помощь, но это все, подчеркнув, урегулированное законодательство. И там никаких... Это, Саша, это общественный договор. Да, общественный договор. Люди это знают с рождения. Вот это очень важно. Они родились в такой системе. Это правила, они, конечно, с нашей точки зрения, может быть, иногда и довольно жесткие, но такие правила там установлены. Вот спрашивают, а в Соединенных Штатах Америки как этих самозанятых и тунеядцев учитывают? Там же, наверняка, много. Там никого не учитывают. Там никак не учитывают. Там более, скажем так, мягкая налоговая законодательство. То есть, например, есть ограничения, связанные с тем, что если семья получает, например, доходы до определенного уровня, с ним вообще никаких налогов не берут. И более того, государство, как я уже сказал, оплачивает за них эти страховки. В том числе, если это работоспособные граждане. Если есть люди, которые вообще... Если мы возьмем школы, школы, там вообще такой связи нет. Если у тебя есть ребенок, он ходит, ты и тунеядец. Не тунеядец, ты равно в школу ходишь. Да, потому что это тоже элемент их как бы социального поля. Все дети должны ходить в школу. Иметь равные возможности. И никто не спрашивает, кто у тебя родитель в этом медицине. Слушайте, ну вот как раз полно реплик жизненных историй. Как мне быть? Я инвалид с детства, мне выписывают лекарства в месяц на 15-20 тысяч рублей. Нужно еще на что-то жить. Официально работать не могу. Зарплату учитель не покроет. Я думаю, что инвалиды не рассматриваются. Я тоже думаю, что инвалиды. Но где-то была еще смс-ка, где инвалидность сняли. Работать не может в полную силу все равно. Инвалидность сняли. И говорит, и как мне в общем жить? Если, не дай бог, этот закон будет принят, то первое, что должен будет этот человек сделать, он пойти и встать в службу занятий. Вот. Я думаю, что это первое, что будет делать... У нас, кстати, увеличится число инвалидов. Я думаю, что люди побегутся... Будут проходить все эти трудные процедуры по локиту. В локиту, но пойдут. Но будут стараться быть инвалидами и зарегистрированными заработками. Потому что некоторые сейчас... У нас такая же ситуация была уже. Некоторые сейчас не делают этого просто потому, что это тяжелая процедура с этой инвалидностью. А потом пойдут. Инвалидность за это будет. Пойдут, пойдут. Мы, кстати, всегда эту тему подчеркивали. Говорили, что любая попытка неуклюжего движения, с точки зрения продления пенсионного возраста. Это одновомоментная вещь. Они всегда приведут к тому, что человек, вынужденный легализовать свое положение по здоровью, начнет это делать. Если сейчас ему экономической необходимости или социальной необходимости этого нет, то есть государство позволяет ему работать и, например, получать пенсию или не работать, и получать какие-то доходы, то здесь он будет вынужден получить социальный статус. Кстати, Венчинами еще отлично помнят эту тему, связанную, например, с монетизацией льгот. Когда предполагали, что в 2004 году принятие закона быстро приведет к тому, что мы отделаемся от определенных категорий, которые, кстати, тоже не учитывали, несмотря на то, что к этому готовились намного дольше, не смогли все равно учесть, потому что базы, так сказать, расчетной не было, и нам эта монетизация стала в два раза дороже, чем предполагалось. Это правда. Смотрите, нам напоминают. Недавно Силуанов сказал, что средства пенсионного фонда направят на погашение кредитов ВПК. Как же проверим, куда денутся средства от налога вот этого нового на самозанятых? Никак не проверим, должна он сказать. Не поступает в казну, это же даже не взносы в... Как говоря, меня тоже как-то неприятно поразило, что на ВПК там что-то будут направлять из пенсионного Деньги накопительные уже который год используются по такому, я бы сказал, сиюминутному назначению. Помню, Крым, было тоже сказано, помню, Силуанову, что вот деньги первые пошли на Крым, теперь вот на эти кредиты ВПК, которые вообще там сотни миллиардов рублей. Это правда, неприятно. Ирина пишет, лучше прижали бы фирмы, которые не хотят показывать официальную зарплату. Это же легко сделать. Сотруднику они говорят, увольняйся, если не устраивает. Ну, потому сотрудники и молчат. Только когда их уволят, тогда они начинают вспоминать о том, что им серую зарплату... Вы знаете, во-первых, не совсем так однозначно я бы эту тему трактовал, почему-то разные события есть. У нас в регионах активно, кстати, опять же, этот опыт был достаточно развит, когда есть такой механизм, как повышение регионального размера заработной платы. Если платят меньше, то приглашают налоговую инспекцию к себе, ведут спасительные разговоры, после этого разговора начинают платить. То есть, инструменты есть. Вопрос в другом. Вот экономически. А может себе работодатель это позволить или нет? Он же тоже нет хорошей жизни, как все делает. Понимаете, вот меня бы эта тема не удивляла, если бы не было истории, предыстории. С 2004 года по 2015 год у нас размеры теневой занятости, только увеличивались. Это даже в условиях экономического некого роста. Почему? А по той простой причине, что иные условия для ведения бизнеса, они просто неприемлемы, неподъемные. Представьте себе ситуацию. Мы тысячу раз об этом говорили. Что вот малый бизнес, он создается, он должен развиваться. Откуда-то взять деньги? Единственная возможность у него накопить это что-то, это сэкономить на государственных платежах, то есть на налогах. Другого источника нет. Если бы у нас было так же, как в Европе или в США, он пошел бы, взял дешевые деньги в банках и за счет этих денег развивался. А так он говорит своим работникам. Ребята, ну вот какая у нас альтернатива? Либо я закрываюсь, либо вы принимаете правила игры. Это понятно. Из Питера пишут. Я плачу каждый месяц зарплаты. Ну, все налоги, видимо, это отчисления. И что? Какую инфраструктуру я получаю? Что именно? Ну, это правило. Законный вопрос. Совершенно справедливо. Уже говорили на примере второго ханя. Да. Значит, возмутились, что Топелин говорит, что 20 тысяч это даже маловато. А какой налог платят самозанятые в США? Ну, скажем так, я уже говорил, там нет единого налога. То есть, там вариации налога идет где-то приблизительно на 13 процентов, до 40. Но все это зависит от того, сколько вы получаете. То есть, если, например, у вас доходы не превышают 20 тысяч долларов в год, с вас не берут никаких налогов. Как только вы превысили этот порог, ну, условно говоря, до 50 тысяч, здесь налог, по-моему, 18 процентов. Ну, и так далее. То есть, он регрессивный. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. То есть, вот такой подход. Совсем нахальная смс-ка из Москвы от Михаила. 12 лет для всех безработной. Работаю фрилансером для японских телекомпаний. Доход 5 тысяч долларов в месяц. Хрен им, а не 20 тысяч. Налог. Вот такие нахальные тоже есть. Все реставраторы, лепщики, маляры, мраморщики и прочие самозаняты с 90-х, пишет Наталья. Ну, да. Вот нас тут спрашивают, а кто же все-таки попадает в эти самые самозанятые? Это самые разные люди, которые не оформили каких-то официальных отношений. Но скажите мне, пожалуйста, огромное количество этих смс-ок. Сейчас вернусь. Расскажите мне, пожалуйста, а все-таки? Ведь это много, чуть не 30% людей, которые вне правовых трудовых отношений. А что с этим все-таки делать? А как надо-то? Нет, вы знаете, есть в экономике совершенно элементарные законы, которые говорят о том, что если ты начинаешь повышать налоги, то в первый момент может быть чуть-чуть увеличивается и сбор. Но потом после определенного предела, есть даже рассчитанная формула, сбор падает. Потому, что люди либо уходят в тень, либо разоряются. Аналогично. Если ты снижаешь налоги, то в первый момент, да, может быть, ты их не добираешь. Но потом, через какое-то время, начинается собираемость, которая абсолютно с лихвой покрывает вот этот эффект снижения налогов. Я к чему? Что сейчас, ну, это проблема комплексная, это очевидно. Но если мы говорим о людях, которые работают, с моей точки зрения, вообще их налогообложение должно быть, по крайней мере, не увеличиваться. А если говорить про бизнес, оно вообще должно снижаться. Если мы от него чего-то хотим. Конечно, еще много чего другого. Это растянется еще на целую передачу. То есть, что еще надо. Но, в частности, вот как в нашей нынешней ситуации, конечно, должно быть снижение налогов. И, ну, оно, понятно, дозированное. Ну, налогов, в первую очередь, для того же бизнеса, да? Для бизнеса. Для того, чтобы они выходили на легаля. Я уже сказал насчет самозанятых. Давайте освободим. Вообще, давайте мы малый бизнес освободим от вот этих всех упрощенки, вмененки. Там вот этой вот. Сейчас, кстати, рассматривается вопрос об увеличении и упрощенке вмененке. Хотя, казалось бы, люди официально же зарегистрированы, платят там какие-то деньги. А этот вопрос рассматривается. И я думаю, в течение ближайшего года-двух он точно будет решен в сторону повышения. Ну, и какое развитие экономики. Поэтому, вот если будет налоговое бремя снижаться, и если у бизнеса еще за счет много чего другого появятся стимулы, ну, вообще людей появятся стимулы работать и так далее, ну, тогда проблем не будет. Тогда даже те же многие нынешние фрилансеры, для них, может быть, будет выгодно действительно пойти что-то заплатить хотя бы, например, для того, чтобы немножко накопить себе на пенсию. Кстати, вот человек, который там писал, что он на японцев работает, получает приличные деньги и все, он, видимо, не думает о пенсионной. Он же ничего не говорит. Вполне возможно, он какой-то свой капитал составляет. Наверное, если он разумный человек, то он там где-то копит. Понятно. Но если он хочет обратиться к государственной пенсионной системе, то для этого у него должны быть какие-то стимулы. Какие-то стимулы и мотивации. Но это мы уже входим снова в ситуацию. Что такое пенсионная система, как она функционировать. Но я повторяю, как общий знаменатель, конечно, это снижение налогов. Александр, что все-таки делать с таким огромным количеством людей, которые вне правового трудового поля? Ну, первое, что в условиях кризиса любые действия здесь, они могут привести и, скорее всего, приведут к отрицательному результату. Поэтому надо на первом этапе изучить эту проблему чиновникам. В чем желательно, не торопясь. Не торопясь, да. Добиться консенсуса. Потому что одна из проблем нашей политики заключается в том, что мы очень часто принимаем какие-то решения, не имеющие политической консенсии. На новом этапе все эти решения пересматриваются. Второй момент. Я бы все-таки начал дифференцировать систему следующим образом. Здесь очень правильно прозвучала такая ситуация. Покупка пенсионных прав. То есть, человек может, например, заработать сегодня много, а завтра мало. То есть, давайте дадим ему возможность самому определиться, сколько он готов внести пенсионную систему и не гоняться за ним. Кстати, в пенсионный фонд вы не можете, как физлицов, не внести деньги. Я в первую очередь об этом говорю. Государственное. Я не говорю прочитываю. Это как это? Почему? Хотя, с точки зрения экономической, какая разница, внесу я эти деньги одномоментно, либо буду растягивать это удовольствие на протяжении 20 лет. Это означает, что мы должны модифицировать пенсионную систему. Пенсионная система, да. Следующий шаг. Это модификация системы медицинской. Если гражданин не получает, кроме экстренной медицинской помощи, никакой другой, в силу разных обстоятельств, ну, давайте сократим его расходы в этой части. Если уже по справедливости. Да, по справедливости. То же самое, как фонд социального страхования. Я с трудом себе представляю, как в колхозе кто-то кому-то что-то платит. То есть, физически невозможно, потому что надо пахать и сеять. Доить на что-то и так далее. Телятам хвосты заносить. На все это требуется время. Поэтому нужна дифференцированная политика. То есть, нужно, чтобы вот эта одноуровневая система, она перестала быть вот такой простой и неуклюжей. Да, и надо придумать, а как, в принципе, это все администрировать. Действительно, как выявить, кто реально... Европа на это ответила очень давно. Европа на это ответила давно. Есть понятие налогового преступления, которое заключается в следующем. Никто не гоняется за социальными взносами. В первую очередь, гоняются за подоходным налогом. Вот если у тебя есть физически действительно какие-то уходы, ты не плачешь налоги. Не плачешь налоги, да, к тем претензиям. У нас тоже, кстати, у нас, формально говоря, но... Евгений, там есть проблема, да, то есть, в тех штатах налоговые преступления, так сказать, носят бессрочный характер, и это понятно. У нас есть срок давности, и в Соединенных Штатах вообще налоги это самое тяжелое преступление, но, конечно, после убийств и прочего. Да, а скажите мне, пожалуйста, уже очень быстро спрашивают, а все-таки какова вероятность, что введут налог вот этот вот на тунеядцев или на самозанятых, как ни назови? Ой, я думаю, что вряд ли мы в 2017 году. То есть, до выборов вряд ли? Конечно, конечно. А ведь дыра такая в бюджете, что ищут реально... Ну, вы представьте себе получить в электоральный, так сказать, цикл, такое неудовлетворение. Понятно, но уже вот вычитывал, что налоговые органы и вот это, ФОМС, по данным некоторых изданий, приступили к тотальной проверке россиян, кто работает, а кто нет. Уже есть такая информация. Ну, налоговые органы, они же снова же смотрят то, о чем Александр говорил, да, что если есть предприятие, где люди получают деньги мимо, так сказать, отчетности и так далее. Наверное, это имеется в виду. Но я не очень представляю, как ФОМС может выяснить... ФОМС не может. Да, вот я тоже не представляю, потому что у них просто нет такой базы. У них еще и людей нет, и материальные базы. Скажите мне, пожалуйста, а насколько велика вероятность, что еще все-таки вернут налог на бездетность? Еще одна тема, которая возникла. Я думаю, что вряд ли. Вряд ли, да? Я думаю, вряд ли. Ну, потому что, снова, мы здесь попадаем в очень много противоречий с правовым статусом человека. Чем отличается человек с детьми от человека без детей? Получается, есть первая категория, вторая категория нашего российского населения. Первая. Вторая. Снова проблемы в технике. Да? Это что? Я вот не завел ребенка до 30 лет, и после этого меня должны облагать налогом. А может быть, до 35, а может, до 40. Вы понимаете, это все такие вот вещи, которые становятся почти анекдотическими. Нет, мне кажется, этот вопрос не рассматриваются. Рамиль из Уфы спрашивает, а где все-таки есть налог на тунеядцев? Рамиль, мы сказали, в Белоруссии есть. А где-то еще есть, интересно? Нет. Больше нигде. Нет. Я думаю, в Северной Корее, потому что ты не работаешь в лагерях. Ну, это просто в лагерях. Там другой налог, да. Там другой налог, да. И ты работаешь. Значит, действительно, здесь только Белоруссия пример, и вполне возможно, ну как, возможно, пока что мы оптимистичны, мы думаем, что это... По-моему, даже в республиках Центральной Азии нет. Нет. Нету, невозможно. То есть, мы здесь будем наравне с Белоруссией первопроходцы. Но мы все-таки несколько пребываем в надежде, что это в ближайшее время, пока имели до 18-го года, может быть, не случится. Хотя, господа, можете ли вы это гарантировать? Вот я не могу. У нас может случиться все, что... У нас может только Владимир Владимирович Путин. Вообще, когда он выйдет и скажет, ребята, прекратите эти разговоры, и этого не будет. Ну, тогда, наверное, это закончится. Так что все вопросы к нему, наверное. Ну, наверное, да. Очень беспокоятся студенты. Говорят, а как быть студентом? Ну, насколько я понимаю, даже в худшем случае, если примут такой закон, студентов он субъект по стране. Кто учится на очной форме? Да. Вот если у вас какое-нибудь сложное отношение с образованием, вроде того, что вы переквалификацию проходите, дополнительное образование получаете, тут может быть все, что угодно. Значит, на этом, собственно говоря, нам нужно уже закругляться потихонечку. Еще раз напоминаю, что говорили мы о новых вот этих вот инициативах, которые в последнее время, ну, в первую очередь, тот же Топилин министр, да, как-то озвучивал насчет налога на самозанятых для пополнения бюджета. Мы все-таки надеемся, что это не случится, по крайней мере, потому, что это требует очень сложного администрирования, огромных затрат на то, чтобы... И политически, мне кажется, проигрыш. И политически это довольно проигрышная история. Надеюсь, мы не только мы так думаем. Все. Александр Сафонов и Евгений Гантмахер были со мной. Всего вам доброго. До свидания. До следующей недели.